Благослови этот вечер И будем приступать к уроку Господь, мы благодарим Тебя за это время Благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас За то, что Ты вразумляешь нас Ты открываешь наши глаза Ты открываешь наши уши, Господь Чтобы слышать и видеть Тебя Особенно в это последнее время, Господь Ты поднимаешь свое тело Ты поднимаешь свою церковь, Господь Ты поднимаешь дары Каждые дары в церкви Ты поднимаешь их на высокий уровень Мы благодарим Тебя, что мы часть этого что ты подключил нас к этому мы мы благодарим тебя и мы говорим тебе использу нас во всех дарах который ты дал своей церкви господь используя каждого я знаю что каждый из нас уникальный для каждого из нас то при препод предпределил особый дар и предназначение дай каждому это открыть открыться увидеть и двигаться в этом мы благодарим тебя за все мы благословляем этот вечер дай нам видеть дай нам слышать и понимать аминь хорошо двигаясь пророчестве это вторая часть я немного пройдусь по первой так бегом о том что мы говорили в то что я говорила в прошлую прошлую среду не буду все первое сейчас будет 2 двигаясь пророчестве часть 2 сегодня будет хорошо а то что мы говорили прошлом это я немного как бы говорила о пророчестве что нужно пророчестве нужными чистое сердце нужно знаете для чего мы это делаем для чего оно дано церкви мы больше здесь будем фокусироваться на ну как бы на этой сфере пророчестве над на том что не на офисе пророка она даре пророка что церковь что написано что каждый из вас будет поручить что нужно пророчествовать это не то что ты из ты теперь пророк а ты пророчествующий пророк это отдельная тема это офис это это отдельно избранные люди как и езекииль как вот баб джонс как вот это нашего времени это люди которые только этими занимаются они вот пророки но мы фокусируемся на даре пророка то что написано все один как написано 1 коринфянам 14 глава все один за другим можете пророчествовать абсолютно это доступно для каждого из нас еще мы говорили одна такую вещь что многие год ну я вот я вот и люблю и служить на энкаунтере я люблю там заниматься там эту я люблю молиться вот вот ну и мне тоже и пророчество мне тоже нравится и мне нравится что как бы такой поинт что хотя зайти как я говорю прошу мы хотим в прошлом уроке хотя нога и не является глазом но в темном месте где ничего не видно человек нащупывает путь ногой ты думаешь даже если ты в каком-то даре двигаешься все равно какой-то частью тела ты нащупает ну как бы вот ты ногой как бы нащупываешь путь даже си глаз не видит поэтому даже если ты двигаешься в каком-то другом даре и этот дар он как-то сказать он во всем ты его можешь и в молитве это увидеть и в исцелении употребить во многих дарах он как отчасти будет поэтому его очень важно применять очень как бы нужно и можно сказать себе познакомиться с этим даром даже может и не будешь в этом двигаться на все свои сто процентов но все равно он тебе понадобится и вот эти ключи которые мы будем сегодня говорить они нам не и тебе понадобится также мы говорили что нам нужно иметь чистые мотивы если мы хотим двигаться в этом служении живые воды текут из чрева найти чистое из чистого сердца вытекает чистая вода из грязного выходит грязная поэтому в этом в этом служении нам нужно иметь чистое сердце чем чище сердце тем более чистые воды текут из него поэтому плохое дерево не может приносить добрых плодов мы это знаем что если плоды плохие ну как может быть дерево хорошая правда поэтому нам нужно очень внимательно следить за этим что за своей за кондицию своего своего сердца потому что если у тебя непрощение обида горечь к чему-то ну что ты сможешь человеку дать хорошие как ты можешь чеку пророчествовать позитив ты не сможешь ты будешь загрязненный поэтому очень важно очищение очищать свой источник обращать внимание не игнорировать вещи которые дух святой говорит тебе на какие-то вещи обратить внимание поэтому будьте потому что мы здесь чтобы ободрять чтобы увещевать людей чтобы приносить исцеление вот что делает этот дар поэтому очень нужно нам привести в свое сердце в порядок тот кто пророчествует тот говорит людям назидание увещание и утешение это 1 коринфянам 13 глава 3 стих кто пророчествует тот говорит людям в назидание увещание и учишь утешение пророчествующие должны быть чувствительны к тому что бог хочет сказать своим детям и говорил это не насчет нас это насчет того что бог хочет сказать соглашаешься ты с этим по непонятно тебе что-то этим для тебя может быть это вообще какое-то непонятка а для того человека это полный целый такой ответ на молитву или то что он задал богу вопрос или то что он сейчас проходит поэтому мы должны чувствительность тому что бог хочет сказать своим детям отсоединить себя и свои личные переживания будьте очень осторожны чтобы не вмешивать себя и иметь предвзятость к личностям которым вы пророчествуете отключить свои эмоции свои чувства особенно к если вы кого-то знаете кому вы сейчас бог вас ведет кому-то пророчествовать или вам получилось что вы ему сейчас пророчествуете поэтому отключить свои переживания и когда человеческое оказывает влияние на нашу жизнь то мы будем пророчества с человеческой точки зрения и этим мы можем стать камнями преткновения поэтому очень будьте внимательны когда вы возьмете руки за кого-то начнете молиться отключить свои эти человеческие переживания что этим что и что этим я имею ввиду суета там всякие склоки и там еще что-то вот человеческое что вы переживали вот эти эмоции отключить это просто возьмите минуту не спешите с пророчеством не спешите со словом что мы сейчас должны что-то сказать просто возьмите минутку можно же полминуты и соединитесь духом святым и все и на просто пусть он вас наполнит и даст вам слово даст вам переживания что сейчас дать людям близкое хождение с богом должно стать мотивом для всех ищущих пророческих даров и служений обычно все наоборот сначала ищем дары и служения потом бога в придачу собой берем должно быть все наоборот бог на первом месте потом а все вот эти всякие дары подарочки которые дает нам бог это все классно знаете вы получите вкус вы в этот вкус вот этот память этот вкус когда вы знаете скажете какое-то пророчество от человек получает ответ вы знаете это такое чувство по классно это как будто я не знаю тут этот продукт святой наполняет тебя эта радость когда вот человек знаете ты видишь шаг счастливый ты ты попал получил ответ он это в этом спрашивал у бога она получила знаете это нет ничего приятнее нет ничего лучше но пусть это не будет вашим пусть это не сведет вас фокуса искать бога дальше не станете не многих вот он пол он как бы созрел он почувствует что у него все идет хорошо и он забывает личность которая дает ему это слово которая дает ему вот эти найти знания к людям поэтому пусть все вот это будет второстепенным номер один это бог искать бога хождение с богом номер один номер один дары духа это не игрушки а это инструменты это будьте запомните это это просто инструменты как завоевать людей как привести людей в царство бога также мы говорили о том что есть уже пророки их достаточно в церкви дьяволом всегда знаете где сеется пшеница он сеет плевелы поэтому как нам распознавать уже пророков я просто прошлом уроке говорила что когда люди как я определяю я не знаешь знаете сейчас все труднее и труднее распознать лжепророков когда раньше знаете как то думаешь ну не сбылось пророчество там ликота левая но такой-то лжепророк а сейчас дьявол настолько изящно знаете строят копию что если ты во первых близко с богом не ходишь ты можешь пропустить ты можешь принять это как за пророчество от бога но самое главное как знаете вообще когда тебе говорят какое-либо пророчество церковь не берите это сразу вот вот сразу вот это мое я обременяю его сразу и потом почему многие разочаровываются или обламываются что она не сбивается например и все у людей разочарование судьбы разбитые судьбы и ничего не происходит жизни никогда кто-либо говорит какое-то пророчество я может даже не просканировала человека ну примеру говорю что я еще как бы не понял не знаю его полностью духовное состояние кто он как он я откладываю это пророчество на полочку я его господь я не знаю это слово тебя я просто ложу его на полочку если она от тебя но сбудется если не от тебя значит я не буду туда сдавать все свое внимание всю свою энергию и надеяться на это пророчество вот и также игру меня это спасло от очень многих разочарований это потому что я не придавала этому значение во вторых как бы то что когда когда говорит бог это под должно быть подтверждением того что он тебе уже говорил это номер один поэтому если тебе знаете например я слышала разные вот такого рода пророчеств человек ни разу не интересовался музыкой ничего тут ему говорят ты будешь профессиональный пианист человек такой он него даже туда не смотрел даже он такой раз стоит в таком недоумении а что а как я пианист я даже туда я могу успокоить я внутри думаю так знаешь не не бери в год хочется подойти к человеку и потом когда с ним попала мне как бы далась такая возможность с этим человеком разговаривать она подходит не знаю я не знаю но я не чувствуешь все должна играть ну ну чё бог мне будет окну заставлять что-то делать игру бог тебе ничего заставлять не будет если она в тебя не откликается значит оно не твое просто человек разное бывает я иначе как пыталась всякое бывает и что-то может он увидел на тебе что-то может вот ты классная пианистка наверное знаешь была бы и сказать это как пророчество от бога поэтому знаете так аккуратно объяснила что все нормально не бери это в голову ничего страшного все будет окей и как бы как вот найти первое уже пророки это во первых чтобы их распознавать близкое общение с богом во вторых ставить все пророчества на полочку не применять их сразу к себе вот теперь я буду пророком для народа а ты вообще даже туда там тут туда даже не шел не думал об этом разные вещи я слышала знаете поэтому как бы я принял это себе игру если это от бога она сбудется если нет она не моё че буду париться и все еще одно как распознатель это насчет это как сказать что истинные истинное пророчество истинные дары как те кто те кто например кто пророчествует служит в этом даре или даже может сказать в любом даре истинные дары духа приносят смирение ложные дары гордыню поэтому вот как распознавать где дар от бога а где дар дьявола где где подделка можно сказать Еще очень важный момент, сейчас прочитаю и идем к второму пункту. Мы должны быть не пророками благодати или пророками суда, но пророками, провозглашающими свидетельство Иисуса. Пророчествующие должны быть чувствительны к тому, что Иисус хочет сказать людям, живущим в определенной местности, и не предподносить только лишь послания о доброте или строгости. Например, ты привык слушать только вот, ты думаешь, ну как пример, тебе только суды, суды, суды говорили, ты говоришь, все, буду только добро, 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 но ты должен распознавать, где нужно именно послание добра, где доброе давать, как бы о любви Божьей, а где нужно дать немножко так вот, ну по попке, знаете, Бог тебе говорит что-то сказать, а ты такой, я сейчас потеряю человека, сейчас он не так о мне будет думать. Опять, мы будем дальше говорить, как правильно это интерпретировать, то, что Бог говорит, чтобы не сломать человека, а правильно преподавать. Но если Бог говорит что-то, подойди и скажи, не бойся. Или только, например, суд, 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 и ты привык только суды, 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 Бог говорит, говори о любви моей, пророчество, любовь, Господь, а не будет такое разложение, если я только буду говорить о доброте. Поэтому, знаете, сколько людей, столько разных ощущений, переживаний у людей, поэтому кому-то нужна любовь, внимание, кому-то нужно немножко по попке Богу дать. Но опять же, Он это и сам говорит, Он это и сам делает, Он сам обличает людей. Просто иногда некоторые моменты, знаете, когда, как написано, при двух, если человек не слушает, Бог говорит кому-то, знаете, и так вот свидетель, потом два свидетеля, потом три свидетеля. Иногда Бог так и делает, знаете, что Бог, например, Он работает лично с человеком, человек не слушает. Потом Он через молитву или через друга или какого-то человека, который даже его не знает, Он говорит какую-то ситуацию, которую Бог говорил этому человеку. Но ты чувствуешь, что в этой ситуации даже, может, слова, фраза не строгая, но ощущение ты получил какое-то не очень приятное. И ты боишься, как бы, и ты думаешь, ой, мы об этом тоже поговорим. Но самое главное — это сказать и правильно преподнести. Если мы говорим о Божьей строгости тем, кто уже находится под осуждением, то мы вскапливаем дух осуждения, а не дух свидетельства Иисуса. То же самое можно сказать, если мы склонны говорить только о Божьей доброте. Истинный пророк никогда не замыкается на послание милости, судей или чем-то другим. Он будет говорить то, что Бог хочет сказать в каждой конкретной ситуации. Сердце пророческого служения состоит в том, чтобы знать голос Господа и научить Церковь узнавать голос Господа так, чтобы люди могли следовать за Ним. Окей. Вторая часть называется... Мы пойдем. Уровни откровения. Уровни откровения. Первое — это тихий Божий голос. Как Бог говорит к нам? Откровение — это через тихий Божий голос, который мы слышим в нашем духе. Или получаем видение в духе, которое мы также можем получить, как через мутное стекло. Когда вы будете молиться за людей, или когда вы, может, сами вы замечали, когда вы молитесь, общаетесь с Духом Святым, и вы видите картины. Они, знаете, не такие уж сильно ясные, такие мутноватые, может, знаете. Обращайте на это внимание. Это Бог говорит с нами. Это Бог говорит к вам. И тут-то мы должны просить слово мудрости и понимания. Когда мы видим какие-то картины, когда Бог говорит к нам, или тихим голосом, или видение, и мы также можем получить, как через мутное стекло. Через это мы часто просим, мы должны просить слово мудрости и понимания. Это больше как начальный уровень откровения пророчества, когда через мутное стекло, тихий голос. Знаете, это начальный уровень, и это абсолютно нормально. Я вам скажу, что даже многие сильные служители и пророки, которых мы считаем сильными, они находятся на этом уровне. И в этом нет ничего плохого. Тут играет вера, тут играет шаг. Нету страха, ты просто идешь, делаешь шаг веры, и ты говоришь. Я помню, я у Миранды с ней разговаривала, и я решила ей задать вопрос. Потому что смотрю, как она служит, и попадает в десятку, знаете. Кого-то она видит, человека, личность, болезнь, или еще что-то. Этот человек в зале, он выходит. И я у нее спрашиваю, как ты видишь? Ты видишь ясно, ты так четко попадаешь. И то, что она мне рассказала, меня реально шокировало. Она мне рассказала, что я вижу, я очень тускло вижу, я слышу тихий. Иногда, говорит, я вижу ясно. Иногда, говорит, я увижу какой-то там орган или еще что-то, личность, имя. Но это редко. В основном, говорит, я получаю очень через мутное стекло. Я не вижу ясно. Я говорю, ну и как? И ты просто так, говорит, берешь и делаешь? Она говорит, да. Говорит, я просто, большинство моих, как вот, моих видений и пророчеств, я, говорит, делаю шаг вверх. Иногда, когда я вот вижу, говорит, одну вещь, как бы органы, потом или вижу имя человека, например, и Бог хочет ему что-то сказать. Я не знаю, что ему Бог хочет сказать, но я знаю, что он хочет сказать. Я говорю имя, человек выходит. И когда он выходит, когда я только начинаю открывать свой рот, Бог начинает мне, Бог начинает, как бы, говорить мне. И сразу я становлюсь этим каналом для Бога. Я такая думаю, вау, вот это да. Я думала, она сейчас там видит все ясно, все четко. Это мы тут, знаете, я тут такая, вообще, все через мутное стекло. Я больше поняла, что это я боюсь. Больше играет страх, знаете, что ошибиться, а может это не там, может это не оно. И я заметила, чем больше я начала практиковать, тем больше я начала просто, как сказать, я перестала бояться. И я начала, как сказать, распознавать этот голос. Я начала просто двигаться в вере, и все. И поняла, что не обязательно нам видеть все ясно и четко, чтобы двигаться в этом. Просто нужно сделать этот шаг веры. Более совершенный уровень откровения — это открытые видения, появление ангелов, появление Бога, ясновидящие сны, трансы, перемещение с места на место, также перемещение в духе и другие переживания. Это более совершенный уровень откровения. У кого-то это будет, у кого-то будет все это, у кого-то что-то, какая-то, может одна вещь будет в этом, или пару вещей будет в этом, кто-то будет в этом двигаться. Поэтому даже если у тебя этого не будет, все нормально. Как говорит Бог? Через откровение. Это Марка 2 глава, 8 стих. Иисус тотчас узнал духом своим, что они так помышляют в себе. Сказал им, почему так помышляете в сердцах ваших? Откровение. Знаете, что ты раз, и ты увидел мысли человека. Ты увидел, что сейчас происходит. У меня был один раз такой случай, один всего лишь раз, и меня он просто вышиб. Я не ожидала этого. Знаете, когда ты разговариваешь с человеком, и ты видишь, раз, и у тебя открывается, как ты получаешь откровение, не знаю, как это распознать, и ты знаешь, что он сейчас думает. И то, что он думает, и то, что он говорит, это две разные вещи. И потом, когда у него спрашиваешь, он такой аж, откуда ты знал это, знаете. Это нечасто бывает, но Бог иногда дает это, знаете. Для меня это был урок, знаете, и для того человека, с кем это было. Поэтому Бог говорит через откровение. Так вот, что некоторые вещи, будет у вас роб, открывается у тебя, как знание появляется. Вот ты знаешь, что сейчас происходит. Получение откровения через дух и разум. Получение также откровения через дух и разум. Ты получил, в духе получил откровение, и также в разуме. Через свое физическое тело, как говорит Бог. Ты ощущаешь тоже свои, например, ты ощущаешь какие-то эмоции, которые, они не твои, например. Ты ощущаешь какую-то боль. Ты знаешь, что она не твоя. Например, у человека болит рука, например, знаете. И у тебя тут, хопа, потянуло руку. Ты-то что такое, знаете. Не думай, что это ты. Это Бог сейчас хочет сказать тебе, что сейчас у этого человека что-то с рукой. Или голова заболела. Что-то с головой у тебя произошло, и ты нормально, голова не болела. И ты спрашиваешь, ты должен не брать, не применять это в себе сразу, к себе. Спросить у человека, у вас что-то с головой было? Что-то с головой у вас? Он тебе может сказать. Или он проходит сейчас, может, какую-то битву в голове и в разуме. Или у него реально болит голова, знаете, эти мигрени. Поэтому как Бог говорит? Он говорит через разные элементы. И также, я уже говорила, через эмоции. Ты, например, все нормально у тебя было. Ты или раз, начал плакать, тебе плохо стало. Не применяй это в себе. К себе спроси. Спрашивай всегда. Что вы ощущаете сейчас? Что у вас сейчас радость? Или у вас сейчас печально? Вам сейчас тяжело? И человек вам скажет. И пусть это будет как к вам подтверждение то, что вы сейчас переживаете. Или у вас печально радость. Такая вот, смеяться хочется. Сейчас человек, Бог хочет показать. Сейчас человек в сезоне радости. Сейчас, знаете, просто благословите этого человека. Поэтому как бы Бог по-разному, знаете, говорит. Он не только говорит голосом, он через тело наше, через эмоции, через физическое тело говорит. Также чувствование. Второе. Чувствование. Духовное видение. Духовное видение. Потом духовное слушание. Как бы ты слышишь в духе. Я думаю, у вас у многих это было. В видении многие тут видят. И также через слышание. Духовное слышание. Ты начинаешь слышать какие-то голоса, что-то. Знаете, у меня было такое тоже. Ну, не раз тоже было. Я думаю, многие это переживали. Во время молитвы я слышала какие-то звуки, которые не здешние. И я начинала прислушиваться. Я слышала смех, голоса, как будто кто-то смеется. Я знаю, что как бы я подключилась к небу, знаете, к духовному миру. Поэтому также вот, ну, когда вы будете служить людям, тоже обращайте внимание, что вы слышите и что вы видите. Также духовный запах, запахи. Я думаю, тоже с этим знакомы. Иногда, когда вы будете молиться за человека, взять, ну, брать руки, и вы можете чувствовать, если, например, у человека проблема какой-то со здоровьем, или с железом, например, или с кровью. И вы будете чувствовать запах, как будто вот на запах крови, например. Или благоухание будете чувствовать, знаете, какие-то цветы. Ну, разные вещи можете чувствовать. Или пусть у вас будет только хорошее, я вам же желаю только хорошие запахи, но бывают также плохие запахи. Такой, ты смотришь, какой-то вот кто-то набздел. Тоже у меня было такое. Реально, ты, я уже себя нюхаю. Думаю, может, что-то, что-то, или откуда у меня запахи? Но это не я, это просто вокруг человека запах не очень приятный. И я начинала молиться, чтобы это пришло очищение, и потом начинала говорить с человеком. Потому что, знаете, когда вокруг человека вот это вот неблаговоние, зловоние, вокруг него эта темная атмосфера. Иногда то, что твои слова, будет очень тяжело пробиться. Поэтому сначала помолитесь, разбейте, пусть придет благоухание. Просто молитесь о противоположном, знаете, чтобы пришло благоухание, открытый разум. И начинайте, просите Бога, откровение для этого человека. И также потом придет и изъяснение, истолкование этому человеку. Духовное прикосновение. Вы будете чувствовать прикосновение в разной форме. Поэтому также духовный вкус. Я уже говорила о запахе. И также у меня было, что я чувствовала вот этот, как бы, такой вкус железа, знаете. И также был такой горький вкус у меня. Помню, какой-то период у меня реально была горькота во рту. Дикая. Я уже не знала, что это такое. Потом я узнала, что это. Это колдовство. Это влияние колдовства. Когда появляется горькота, и если вы чувствуете, когда молитесь за кого-то, взяли кого-то за руку и чувствуете горько рту во рту, значит, на этом человеке может быть какое-то проклятие. Ружьте это. Поэтому горькота есть, бывает сладость. Это как будто вы поели сладкого. Соленое. Вот. Поэтому, как бы, вот эти вещи. Обращайте тоже на это внимание. Когда вы будете молиться, служить людям, вот, духовный вкус. Это относится к чувствованию. Третье. Это голос Бога. Голос Бога, он тихий, нежный голос, внутренний, громкий голос и громкий, властный голос. Тихий, нежный голос, внутренний, громкий голос. Я думаю, мы часто с этим сталкивались. И громкий, властный голос. Поначалу у нас он будет, когда мы будем молиться, он будет тихий, нежный голос. Поэтому обращайте на это внимание. Не игнорируйте ничего, когда вы будете служить людям, когда будете молиться за людей, пророчествовать людям. Не игнорируйте ничего. Четвертое. Видение. Моменты, части в духе. Знаете, видение, оно бывает нечасто. Целая картина перед тобой открылась, и тебе ясно, видно, и все понятно. Первое, это будут просто какие-то фрагменты, какие-то моменты, какие-то части. Как я в прошлый раз говорила, что, когда я молилась, мы взялись за руки, и пришла моя очередь пророчествовать, я увидела только части. Я увидела эту девушку, она стояла возле зеркала и что-то говорила. Это все, что я увидела. И потом, когда я начала идти к этой картины, то, что я увидела, вот эти моменты, я начала к ним просто приближаться, я начала на них фокусироваться, я начала чуть больше видеть картину. Я начала уже слышать, что она говорит в зеркало. И когда я потом, и опять же, и все. И потом, когда я начала уже, я просто начала это говорить, то, что я видела. И когда я начала говорить, пришла дальше информация. И потом появилась целая картина, и потом пришла уже интерпретация. Поэтому от начала вы будете видеть какие-то фрагменты, какие-то части. Но нужно что? Нужно идти к этому. Вы что-то увидели, просите у Духа Святого дальше вам показать. Дальше показать. Не сразу, ой, не отходите от этого. Идите к этому. И вы потом увидите целую картину. Моменты части в Духе. Четкое, потом четкое видение в Духе. И как через мутное стекло. Вы видите, но оно как, оно, вы видите четкую картину, она как будто мутная. Вы не видите ясно. Знаете, когда проходишь, когда вот, например, душ приняли, и такое все мутное. Ты вроде бы видишь, что там происходит, но ты не видишь ясно. И вот это, как бы, это уже следующий уровень. Видение, когда ты четкое видение, но как через мутное стекло. Неясно. И самое, самое последнее вот это видение, это открытое видение. Это уже совершенный уровень, где ты раз, открывается перед тобой, как у Павла, помните? Видите, открывается эта картина, и всякая вот эта дичь, всякая вот эта, не то что дичь, а вот это все нечистые змеи, животные, которые, знаете, и он открылась перед ним. И вот, это уже вот открытое видение. Ты четко видишь, что происходит. Поэтому, ну мы все начинаем с моментов, с частей, и двигаемся дальше. Сны. Сны. Ясные сны. Есть ясные, мы уже об этом говорили. Сны Бога и ангелов. Это когда во сне тебе, знаете, когда уже мы говорили, что во сне мы думаем, что это наш папа, там, или еще, это, ну, как кто-то пришел во сне, а это пришел Бог. И ангелы. Ангелы — это служебные духи. И сны со смыслом, имеющие значение. Сны со смыслом и имеющие значение. Это все мы всегда на этой школе говорим, записывайте, записывайте, записывайте. Не надейтесь на свою память. Поверьте, вы два дня, три дня, даже, можно сказать, неделя пройдет, вы вроде бы будете его помнить, но вы забудете детали. Поверьте, я была в этом, знаю. Понадеялась, вроде бы помню, но уже детали не так сильно. И поэтому, когда по-горячему встали, записали. И что интересно, когда ты начинаешь записывать, большая картина открывается. Реально, еще больше деталей появляется, ты начинаешь все записывать, сам в шоке. Поэтому сны. Также шестое – это трансы. Трансы тоже есть. Классная вещь. Переношение твоего духа. Это, запиши, я не буду читать, трансы, деяния, 10 глава, 10 стих. Кто записывает, записывайте. Трансы – это чтобы все по Библии. Деяние, 10 глава, 10 стих. Также 11 глава, 5 стих. И 22 глава, 17 стих. Это деяние. Трансы – это что? Это когда твое тело, оно парализовывается, стоит на месте, ты или сидишь, или лежишь, или всякое бывает, и твой дух, он может быть, знаете, ты можешь, тут есть два типа трансов. Есть, когда твой дух полностью уходит из твоего тела, а есть, что ты частично пребываешь в своем теле и частично находишься где-то в другом. Поэтому, когда Бог будет что-то с вами подобное делать, не паникуйте. Это очень классно. Это когда, знаете, он… у меня был один такой случай, но я была, сказать, я была отчасти в своем теле. Поэтому это, ну, Бог работает с тобой, и что-то происходит, производит свою работу в духе. Поэтому трансы, вот это трансы. Переношение твоего духа. Вот, это тоже как трансы, но ты можешь быть… Твое тело здесь, но твой дух находится в другом месте. Мы слышали много свидетельств, служителей, которые приезжали, что они видели человека, он появился в зале и кому-то служил, а он был вообще в другом месте. Поэтому это переношение духи. Переношение, перемещение с места на место. Это в теле. С места на место. Ты был в одном раз. Бывает такое, что едешь, например, и раз быстро появился в каком-то другом месте. Поэтому перемещение с места на место. Это Деяние, 8 глава, 39-40 стих. Переношение твоего духа. Запишите тоже местописание. Второй Коринфянам. Двенадцатая глава, 2-4 стих. 2-4 стих. Посещение ангелов. Деяние, 8 глава, 26 стих. И 27 глава, 23-24 стих. И посещение Бога. Деяние, 9 глава, 37 стих. Это вообще круто. Когда Бог приходит, Иисус, ты потом вообще другой. Ты уже не свой. Ты уже не ты, как говорят. Посещение ангелов. Они иногда приходят как ангелы, как в форме. Иногда приходят в виде людей. Иногда в основном они приходят во снах. И они служат нам во снах. И часто мы встречали, что я слышала очень много свидетельств, где ни с того ни сего подошел кто-то в магазине, сказал какое-то слово, помолился, благословил, и поворачивается, и этого человека уже нет. И я очень много слышала таких вещей, что это просто ангелы, они вокруг нас, они служат нам. Мы даже, если мы только начнем обращать нам эти вещи внимание, мы заметим, что как много действия Бога вообще вокруг нас и действия ангелов. Окей. Пророческие компоненты. Пророческие компоненты. Откровения. Откровения. Как вот именно, что это относится к пророчеству. Откровения. Сначала мы получаем откровения. Например, мы молимся за человека, мы получаем откровения. Мы просим о откровении. Господь, что ты хочешь сейчас сказать этому человеку. Первое. Получение пророческого слова. Получение пророческого слова. Второе. Информация. Слово, полученное от Бога. Это откровение. Это информация. Это слово, полученное от Бога. И третье. Оно приходит в разной форме и на разном уровне. Это слово, информация, оно приходит в разной форме. Как я говорила, оно в виде слова, в виде картины, в виде ощущения. Вот это вот откровение, которое вы получаете в пророческом компоненте, в этой сфере. Когда вы молитесь за человека. Когда я прошу откровения, иногда, ну как бы у меня часто, смотря кто, как Бог говорит с каждым. У некоторых картинами, у некоторых, зачастую они слышат голос. Знаете, у других они через чувства Бог говорит с ними. Вот он ощущает какие-то, и у него все с этим ассоциируется. Поэтому как Бог будет говорить с вами, как Он с вами говорит. Поэтому откровение. Как каждый из вас будет получать откровение, это уже от вас зависит. Самое главное, первое, то, что когда мы молимся, когда мы берем руки человека, мы просим Бога откровения. Получение слова, информации насчет этого человека, к этому человеку. Второе, пункт второй, это истолкование. После получения откровения, когда вы получили, должно прийти истолкование. Потому что часто мы слышим, знаете, я вот с такими вещами сталкиваюсь, я вижу вокруг тебя тучу, и она такая серая. Серая туча, такая серая. И ты стоишь, и тот стоит, друг друга смотрит, окей, серая туча, а что дальше? Поэтому ты должен истолковать эту серую тучу, которую ты увидел. Или еще что-либо, какое-то животное, там я вижу лошадь, лошадь, лошадь бежит, бежит лошадь. И человек говорит, я лошадь, или ты лошадь, я не знаю, кто из нас лошадь. Поэтому, когда вы получаете какое-то откровение, должно прийти истолкование. Это железно должно быть у нас. Вторая часть пророческого слова. Истолкование — это вторая часть пророческого слова. Это понимание, которое Бог дает вам об откровении. Это понимание, которое Бог дает вам об откровении. Истолкование. поэтому очень часто знаете когда я слышу когда я например когда я замечаю это я как бы ну пытаюсь сразу втиснуть и как бы из истолковать ну видишь вижу что человек там там один раз я вижу кошку у нее такие глаза большие и она смотрит на тебя я такое слышала поверьте и человек бедный сидит кошка смотрит а у человека знаешь а у нас еще у русского народа кошка но не очень хорошее значение имеет как бы пожалуйста не не калечьте людей поверьте бог даст вам истолкование сразу нужно сразу просить его когда перед тем как вы начнете что-то говорить получили картину или услышали какую-то фразу слова богом что-то сказал человеку сразу же просите об истолковании поэтому часто она может не всегда но сразу придет но как только вы начнете говорить опять же вот эти вещи которые когда мы вам дали а вот эти разные вот эти как вот это вот список что символы символы которые вам дали они кстати очень сильно вам помогут потому что когда каждый символ каждая картина она имеет значение поэтому применяйте это в этом когда будем служить вот если увидели лошадь например что что этот животное означает и всегда я могу всегда переводите в позитив никогда не говорите негативные вещи приложение что означает приложение приложение это третья часть пророческого слова понимание как применить или анализировать откровение третья часть пророческого слова это приложение как понимание как применить и анализировать откровение. Что с этим? Куда его? Что оно? Как оно его? Как мне его применить, например? Как я применю это откровение в свою жизнь? Это пророчество. Как мне его применить? Например, ты, например, молишься с человеком, ты видишь огромный камень. Огромный камень. Вот все, что ты видишь, например. Что означает камень? Сразу. Это опора, это фундамент. И ты говоришь, что Бог видит тебя как фундамент, как опора, на которую можно строить что-то большое, что-то стабильное. Ты стабильная личность. Ты сильная личность. На тебя, так же, как если что-то упадет, оно неправильно, оно разобьется. Но правильное будет стоять. Знаете, вот это приложить, дать камень, что сказать. Я вижу камень. Объяснить, что есть камень. И приложить, что кто, вот его функция, например, функция этого камня. Также функция разных. Вы поняли, да, что такое приложение. Как приложить, например, то, что вы увидели. Не просто я вижу камень, стоит, и вот я не знаю, наверное, ты камень. И ну камень. И человек думает, ну я камень, окей. Как бы не бойтесь говорить, что, вот, как бы узнали слово, значение этого слова, откровение, и приложение. Применить. Применить и анализировать откровения. Понятно, да, вам пророческие компоненты? Предупреждение в пророчестве. Мы почти закончили. Предупреждение в пророчестве. Первое. Мы знаем отчасти и проповедуем отчасти. Это Первое Коринфянам, 13 глава, 9 стих. Мы знаем отчасти и проповедуем отчасти. Не пророчествуй сверх своей веры. Многие такие ажо! Полетели. И напророчествовал. Не пророчествуй сверх своей веры. То, что видишь, то говори. Окей? Не надо сильно там преувеличивать ничего. То, что видишь, то говори. Не пытайся… Это третье. Третье, да. Второе, то есть не пророчествуй сверх своей веры. Третье. Не пытайся контролировать через пророчество свой авторитет. Не пытайся контролировать через пророчество свой авторитет. Знаете, у нас такая тенденция, что когда мы начинаем это само видим, что, ну, ты уже как бы типа истинный пророк стал, авторитет появился, в своих глазах большой-большой, и ты потом начинаешь от себя чину идти. Уже, знаете, иногда, когда, ну, как бы, нету слова от Бога, а тебе надо его дать. Знаете, и тут идет уже… Ты начинаешь контролировать, ты начинаешь манипулировать, и ты знаешь, что тебе люди верят. Знаете, пророки знают, что им верят. Что бы они ни говорили, пожалуйста, не пытайтесь контролировать. Как вот делали вот в пятидесятических церквях. Они контролировали. Они своим даром, там оно и не было, но они думали, что у них было. И они контролировали народ. Они говорили то, что не надо было говорить. Они манипулировали. Поэтому нигде пусть это не будет у вас. Есть слово «говорите». Знаете, мне нравятся честные люди, мне нравятся честные служители. Даже многие из нас, которые приезжают сюда. И когда нету, они говорят нету. Когда есть, оно есть. И поэтому пусть это будет здесь. Если, например, ты молишься, ничего нету, просто попроси, у меня сейчас ничего нету, я сейчас пока ничего не вижу, пусть кто-то другой помолится. Пожалуйста, это не делает вас меньшим, это делает вас честными. И Бог видит это чистое сердце, и Он даст вам слово. Он даст вам откровение. Просто будьте честны, не гоните от себя чину, не делайте от себя ничего. Нету так нету. Поэтому вот это очень важно. Слушайтесь, слушайте пастора или лидера. Очень важно. Иногда, знаете, когда это, можно сказать, негативная сторона, что у нас такая вот тенденция в церквях и в личностях, что когда ты пророчествуешь, у тебя все классно идет, и ты истинный пророк, и у тебя все, ты попадаешь, и ты чувствуешь на тебе этот дар, и Бог призывает тебя туда. И вот мы часто встречались с такими вещами, что когда Бог начинает поднимать кого-то, им как-то кажется, что пастор им как-то или уже мешает, или уже как-то вторая личность, и он как-то уже сам себе пастор. Почему-то, знаете, очень редко видим именно вот это подчинение, знаете, вот это авторитет. Мы как бы мы думаем, что если мы, например, отчасти люди, которые так в себе поступают, они думают, что пастор как бы давит их, он не принимает их, он как бы и он начинает, знаете, как самая лучшая защита это нападение. И человек начинает не чтобы просто поддаться авторитету, что я здесь как бы пришел, ну когда пришел, у меня этого не было, я здесь это получил, я здесь открыл этот дар в себе, я уважаю людей, которые помогли мне это раскрыть, знаете, и двигаться под этим человеком, под пастором, например, который помог тебе раскрыть этот дар. И, знаете, Бог чтит таких людей, которые чтят других служителей. Бог, знаете, Бог почитает таких людей. Мы смотрим на Давида. Бог помазал его, он реально помазали на цари, и он знал, что царь сейчас отживает свое время, но он все равно любил его, он уважал его, он уважал его авторитет. Поэтому слушаться пастора, потому что когда нету лидеров, не говорю, что слушаться, слушаться, именно уважение и почтение тому месту, где ты находишься. Потому что часто пророки или люди, которые двигаются в других дарах, как только, иногда я тоже думаю, господи, ну, каман, ну, все нормально, почему так происходит? И мы мало видим, реально мало видим, и мы разговаривали с другими служителями, я говорю, как у вас, у вас бывает такое? Они то, ооо, дайте мы вам расскажем, как бывает. И мы поняли, что не только мы одни тут, которые с нами происходят такие вещи, мы видим, человек пришел, разбитый, например, такой, ну, Бог его тут поднял, воскресил, одарил, благословил, поднял, и потом смотришь, пастор, ты мне мешаешь, пастор, ты меня не почитаешь. Окей, знаете, поэтому и люди уходят, и дар с ними, и все, как бы остается, то, что ты получил здесь, оно остается здесь. Если ты должен быть здесь, и именно служить телу своим даром здесь, ну, когда ты берешь и уходишь вне своего времени, думая, что ты какая-то личность, что и тебе этот твой лидер, или твоя домашняя группа, или церковь, оно по-разному, знаете, оно тебе не дает состояться, мешает, и ты начинаешь сам себе хозяйничать, ты когда уходишь, ты, дар остается здесь, ты уходишь. Поверьте, Бог, Он за теократию, Он за порядок, и поэтому это как, я не говорю, я не говорю, что это будет, я не хочу, чтобы оно было, но это как предупреждение, чтобы этого не было, поэтому следите. Я говорю, если ты начинаешь в своей голове думать о себе больше, чем кто-то есть, поверьте, это ко всем нам приходит, ко всем, вот это, как сказать, это бацилка, она под, знаете, как баг, вот этот вот, букашка или как оно, таракан в голове завелся, и он говорит, какой ты великий, какой ты помазанный, какой ты крутой, посмотри вокруг тебя, все лохи, никто ничего не понимает, и ты сам себе, знаешь, пожалуйста, обращайте на это внимание, сразу дави этого таракана, и говорит, я в царстве Бога, знаете, если хочешь кто-то стать великим, стань меньше. Поэтому, когда ты начинаешь в своих глазах становиться большим, сразу пойми, кто тебе это говорит. Это не Дух Святой. Мы здесь слуги, поэтому избегаем этого. Служи своим даром, не пытайся поднять себя или свой авторитет через это. Служить, просто служить, и все, это все, к чему мы призваны, это служить. Не поднять, не поднимать ничего, даже, знаете, кому, вот зачем? Просто служить. Пророчествуй только то, что Бог показывает тебе, и ничего другого. Не примешивайте туда ничего, то, что Бог вам не показывает. Будь исцелен от всех ран, потому что твое откровение может быть страхом или подозрением. И избегайте пророчества со второго неба. Избегайте пророчества со второго неба. Что это означает? Второе небо. Мы знаем, что второе небо там, где обитает дьявол. Это его сфера. Со второго неба, это, как я говорила, серая туча, там, которая, я вижу, она тебя, над тобой, она давит тебя, она давит, давит. Я очень, то же самое я видела, что я вижу, что в тебе сидит кошка, там, или там какое-то животное в тебе я вижу. Знаете, поверьте, это, пророчество со второго неба, оно наносит страх. Оно не приближает Бога, оно отдаляет от Бога. Ты хочешь бежать, прятаться где-то. Оно дает тебе знать, что Бог тебя не любит, Бог тебя ставит под вопрос. Знаете, что ты никому не нужный. Вот это пророчество со второго неба. Поэтому избегайте пророчества со второго неба. Даже если вы что-то увидели, например, что-то, серую тучу, всегда приводите это в позитив. Как это, можно сказать? Например, ты видишь, окей, серая туча, ты молишься, и как уж какой-то серый, а ты говоришь, я вижу серую тучу, но я вижу, как Бог расчищает, я вижу, что приходит свет, Бог, он, ну, вы понимаете меня, да, что, не оставайтесь на серой туче, просите Бога, чтобы Бог показал вам, что дальше за этим идет, что идет дальше, что кроме этой серой тучи. Часто. У меня тоже, я говорю, почему я говорю серую тучу, потому что я один раз видела такое, что серая туча, я говорю, Господь, а что дальше? Я не хочу сейчас говорить серая туча, сейчас испугаю этого человека. Он и сейчас, наверное, там сидит у него такая, ну, проходит тяжелый период, и сейчас я ему говорю серую тучу, и это, ну, 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 да, все, знаете, connection, закрыт с Богом, все теперь. Но я когда начала просить, я говорю, Господь, дай мне откровение, то есть дай мне истолкование, дай мне дальше картину. И дальше я начал видеть, как эта туча начала, просто как что-то, как лайтник, как ударил посередине этой тучи и разбил эту тучу. И я начала говорить этому человеку, что свет Бога пришел, приходит прозрение, эта туча уходит, знаете, и человек со слезами на глазах говорит, я такой момент проходил очень тяжелый. Я говорю, ну, сейчас если бы я остановилась на этой серой тучи, ничего бы не помогло. Поэтому просите всегда у Бога найти истолкование. Получил откровение, что дальше? Даже есть что-то там серое или черное, или еще какое-либо. Или видите, какой-то ураган на человеке, бурю, или еще что-либо. Всегда просите истолкование. И дальше картины. Избегать пророчества со второго неба. И так же последнее. Советы и предложения. Будь самим собой. Бог часто говорит по-разному. Практикуй слово знания. Практикуйте, не бойтесь. Знаете, услышал какое-то, что-то получил, говори, спрашивай. Практикуйте, тестируйте, не бойтесь. Знаете, зачастую, ну, из пяти, ну, половина, часть первой части, получится что-то, знаете. Получится одно из пяти. Классно, супер. Ну, практикуйтесь. Если вы чувствуете, что это ваше, что вас это интересует, вы любите это, практикуйте, не бойтесь. Выходи из комфортной зоны. О, как это тяжело. Выходите из комфортной зоны. Вот сегодня мы будем это делать. Будем выходить из комфортной зоны. Вы возьмете партнера, которого вы не знаете хорошо, и пару раз мы сделаем так, с одним, потом с другим. Будем выходить из комфортной зоны. Чти Слово Божье. Читайте его. Знаете, медитируйте над ним. Будь в присутствии Божьем и следуй за ним. Найди зрелых людей, которые двигаются в пророчестве, чтобы ты мог от них получиться. Если ты видишь кого-то, с кем-то познакомился, кто так же интересуется этим, просто делитесь опытом. Знаете, спрашивай советов. Очень важный элемент. Улыбайте, когда пророчествуешь. Не будь суровым и напряженным. улыбайтесь. Попросите также разрешение. Когда будете молиться, просите разрешение перед тем, как возлагать руки. Как бы взять руки или возлагать руки. Просите разрешение. Потому что не все любят, чтобы их трогали или еще чего-то. Особенно если мужчины-женщины и как бы там разное может быть. Поэтому просите разрешение перед тем, как возлагать руки. Не молись пророческим словом, но говори. Так говорит Господь. Крымен и штемены. Этого не надо. Не надо языки включать. Просто говори. Как ты говоришь вот с человеком обычным. Живи и оперируй в смирении. И не сдавайся, если ты ошибся. Не сдавайтесь. Все нормально, как говорила. Первый раз может быть не очень. Плюс у тебя еще волнение, всякие страхи. Играют. Я помню себя первый раз. Ну представьте, человек, который вообще в жизни никогда не пророчествовал. Никому. Никак. Нигде. И вообще сторонилась этой сферы. Я помню, поехали на конференцию. И такие, знаешь, а там зал большой. Там людей. Кто-то знает, сколько было. И говорит, найдите человека. И вот я сижу, думаю, хоть бы ко мне никто не подошел. Хоть бы ко мне никто не подошел. И тут подходит китаечка такая. Хай. Хай. Can you prophesy? Уже не отделаешься. И знаете, я когда думаю, окей, уже под автобус бросили, ладно, буду. И знаете, когда я была в шоке, когда я это самое, мы взяли за руки, я то, что увидела, начала говорить. Она такими глазами, потому что, ну, я ее точно не знаю. Она знает, что я ее не знаю. И в десятку попало. Знаете, то, что она задавала Богу вопросы, ее интересы, то, что она хотела. И то, что человек, абсолютно посторонний человек, чужой человек, подтвердил то, что она, то, что она хотела, то, что она просила у Бога. и, наверное, для меня было больше, для меня было больше радости и подтверждения, чем для нее. Поэтому я потом поняла, давай, чтоб бояться, да, все нормально. Знаете, и человек, который никогда с этим не сталкивался, вообще, никаким боком, никакой стороной, и Бог проговорил. И оказывается, я видела, оказывается, я могу это делать, это классно. И человеку пронесло такое ободрение, такой, ну, глоток жизни. Поэтому это классно. Поэтому будем в этом двигаться, будем развивать это в церкви. Я знаю одно, что я вообще хочу так сделать, я, может, кому-то говорила, что раз в два месяца или раз в месяц, как получится. Кто действительно хочет в этом двигаться, кто чувствует, что это их, знаете, просто созывать, раз в два месяца или раз в месяц, мы уже, мы там можем, там, выбрать день для воскресенья вечером или в субботу вечером, просто созывать людей, кто хочет, чтобы им послужили этим даром. Знаете, это настолько сильно, потому что много людей, знаете, энкаунтер — это классно, и тоже этот дар очень классно на энкаунтерах применять, особенно, когда ты молишься за людей, и ты видишь, и ты пророчествуешь. Но и так же это классно, когда человек, например, энкаунтер, сколько там, раз в три месяца, и тут человеку нужна какая-то молитвенная поддержка или еще что-то, и он пришел и получил слово, знаете, это очень сильно. И поэтому я, мое такое, ну это мое желание, если кто-то, если кто-то захочет в этом двигаться, можете ко мне подойти, и мы просто будем дальше это развивать, работать в этом, знаете, я верю, что это, здесь что-то родится в этой сфере, потому что очень нужная сфера, очень много нужно, знаете, ободрение, молитвы, восстановление, знаете, исцеление, это очень, поэтому, это очень сильная сфера, вот. Но сейчас мы будем делать то, что я говорила. Давайте мы встанем, и пойдете, найдете себе партнера, которого вы не так сильно знаете. Давайте попробуем, выходим из комфортной зоны, братья и сестры. Нас как раз немного, нормально. Продолжение следует... Продолжение следует...